Всем привет дорогие зрители моего канала, я рад вас приветствовать. Я уже думаю вы видите, сзади фон у меня немного другой, это значит что сегодня я не один, вместе с Владимиром мы вышли поработать, всем привет передает, мы вышли поработать в тарифе грузовой, будем работать на автомобиле Ford Transit, будем катать средний и маленький кузов. Пока попроходили все тесты фотоконтроля, одно другое, полчаса уже прошло, поэтому вроде как хотели начать 10, начали пол 11. Приходил нам первый заказ с маленьким кузовым двумя грузчиками, с очень большой подачей, на революцию надо было ехать 20 минут, мы решили что это очень большая подача, его пропустили, он кстати был в область, а потом пришел еще один заказ, тоже с большой подачей, но уже его решили взять и как оказалось он окажется в городе, никуда в область не надо будет ехать, поэтому нам повезло. Зеленый с двумя грузчиками, маленький кузов, вот собственно вы можете видеть, сейчас вам здесь продемонстрирую, то есть вот такая у нас подача, поедем на дальневосточный, то есть вернемся сюда, надеюсь что он там получится. Короче подача полчаса и по нему где-то полчаса надо будет ехать, два грузчика, вот посмотрим сколько будет стоить наш первый заказ. Мы подаемся, вам как всегда желаю приятного просмотра, мы начинаем, погнали. Да, 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 вам тогда перезакажите пожалуйста машинку, пожалуйста, потому что мы адрес не можем поменять, к сожалению. А я не смогу, да, тоже в системе поменять. Вам надо отменить заказ и заново заказать и указать корректный адрес. Да, все, до свидания. Все, до свидания. Ну что, вот такой вот получился первый заказ компенсации 540 рублей, я вижу уже на балансе отображено у нас. Но если честно, то там было 15 упаковок кафеля, они сказали, возможно мы сейчас выйдем на линию, а они, он нам еще раз придет, примем. Вот, короче, такая подача на полчаса за 530 рублей получилась. Выходим на линию и ждем новый заказ. Видим, что кафе уже появились немножко в центре и в металлострое, короче. Вот так вот. Ну подача была просто сумасшедшая, конечно. Так, ребят, в общем первый заказ был с подачей, вот 12 километров 22 минуты, ехали на 10 минут дольше. Короче, полчаса мы точно подавались, он получился, 700 рублей. Вот такой маршрут должен был быть. Минус комиссия, комиссия, конечно, конская, 24%, 170 рублей, итого 530 на балансе. Как бы вроде и неплохо, но не знаю, короче. Пока, в общем, то, что есть. Но заказ реально там на полчаса буквально, наверное, ехать по нему было. Перепутали Бухарестскую и Будапештскую, поэтому, возможно, он нам еще раз сейчас придет, потому что мы недалеко стоим. Ну, как вариант, потому что по первому заказу-то подача вообще жесткая была. Короче, ожидаем. Время 11.10 пока. В общем, 20 минут уже ожидаю заказ. Хотел бы показать, на каком пепелате мы сегодня работаем. Вот такой у нас Ford Transit. Середний кузов, грузовой. На таком вот автомобиле передвигаемся. В общем, была надежда на то, что заказ, который отменили, придет еще раз, но пока что-то ничего не приходит. По Рудару Кэфа грузовой 0 горит. Доставка 150. Курьер 1.6. То есть, в логистике тоже так себе, на самом деле. Не знаю, к центру есть ли смысл по грузовому проезжать. Нету. Пока, короче, ждем. Но вроде не в самом плохом месте, на самом деле, ждем. Когда вышли на линию, сразу два заказа насыпало буквально с промежутком времени, там где-то в пару минут, ну минуты 3-4 ждали следующий заказ. А тут что-то прямо ожидание такое поймали. Странно, короче. Еще, знаете, что не могу найти? Переключение среднего и маленького кузова. Почему-то фиг его знает. Я думал, что это настройка. То есть, смотрите, у нас получается два грузчика выделены, ремней у нас нету. Еще, думаю, может так приема перейти, чтобы больше заказов было. Наверное, это надо сделать. И вот здесь обычно должно быть переключать. В тарифах тоже, только грузовой. Все, больше нету, типа. Может, о тарифах что-то еще интересное покажет. Ладно, сейчас это самое. Пройду, наверное, акт приема, чтобы какие-то корпораты могли приходить, скорее всего. И это самое. Ну и все, буду ждать следующий заказ. Пока что, вышли в 10, время полдвенадцатого. 530 рублей на балансе всего. Вот так вот, короче. Такая вот обстановочка. Сегодня, еще я забыл сказать, 11 ноября. Вот, то есть 11-11. Вроде, как говорят там всякие эти самые черные пятницы, не черные пятницы, распродажи туда-сюда. То есть спрос должен быть неплохой, по идее. Ну и выходной день, суббота. Так что дороги свободны, доехали быстро. Ждем новый заказ. Ну что, ребят, не успел я сесть в машину и прилетел заказ. Тактика работает. Чем больше жалуешься, тем нормально приходит. Вот такая у нас подача. 6 километров в 12 минут. Но на самом деле, по сравнению с первым заказом, это неплохая такая подача. На самом деле, нормальная. Даже в доставке такие подачи есть. Вообще легко. Так, почему-то у меня не отображается мой заказ. Я вроде его скрин делал. Сейчас поищу. А, ну да, вот он есть. Рейтинг 5. Маленький кузов. Два грузчика. Вот такой вот грузовой. Новорыбинская улица. Летим подаваться, посмотрим, что нас ожидает. Ну что, забрали первый настоящий заказ. Вот такой у нас комодик получился. Поедем на Петроградку. Смотрите, КЭФ тут прям подрос так. По заказу полчаса 8,7 километра. Цены в грузовом, интересно, тоже нету? Да, тоже нету. Но у нас есть парк, который должен это показать по-хорошему. Сейчас будем проверять, работает ли это в грузовом или нет. Так. Получить стоимость заказа 1455. Вот это нормально. Погнали отдавать. Ну что, ребят, как мы любим. Пятый этаж. Без лифта пришлось этот комод поднимать. Дом старый, пятиэтажка в центре. Проверяем оплату. Такая и есть, как и мы смотрели. Требование 800 рублей. Два грузчика получается по 400 рублей. И заказ сам 656. Все, продолжаем выходить на линию в ожидании следующих заказов. Мы в центре. Это на самом деле неплохо. Потому что КЭФ тут и горит. По грузовому даже видно 430. А для работы в Яндекс.Доставке я рекомендую Дарк Парк. Дарк Парк входит в топ-50 логистических парков по всей России. И вот почему. Владельцы парка сами курьеры с большим опытом работы. А значит разбираются во всех тонкостях. Только в Дарк Парке есть бот, который покажет вам стоимость заказа еще до того, как вы его забрали. Несколько видов комиссии на ваш выбор. А также большой и активный чат парка в Телеграме. Постоянная и реальная поддержка курьеров на всех этапах работы. Парк работает по всей территории России. В Дарк Парк вы можете быть уверены, что у вас будут слоты, точка Б на карте при наличии золота или платины. А также пропуск точек в мультизаказе. Дарк Парк это больше чем парк. Это настоящее комьюнити курьеров. Поэтому становись частью нашей команды. Все ссылки и контакты я оставлю в описании к видео. В следующий заказ приходит плюс 300, ноль грузчиков, средний кузов. Так, куда мы там едем? На Челюскино. Ну хотя бы первый коэффициент увидели на самом деле. Без грузчиков должны сами нам, конечно, загрузить. Вот такая у нас подача 6 километров 15 минут. Ну что, поедем забирать первый средний кузов. До этого была одна отмена по маленькому и заказ по маленькому. Поехали. 2,60 какая длиной. У вас кузов в какой движении? 2,60? Да. По месяце 2,60 или нет? Так. Она объемная? Ширина 600. Нет, не объемная, но плоские детали. Нормально, окей. Сейчас приедем через 15 минут. Все, давайте. Пока едем на следующий заказ. Смотрите, активность плюс 2 начисляется. Я уже отвык от этого. Обычно так в такси и в грузовом. Плюс начисляют еще баллы. По 300 баллов, прикиньте, за один заказ. Вот история баллов залазим. 306 за грузовой. Сейчас будет, кстати, средний кузов. Проверим. Тоже 300 начисляет или может быть побольше. Вот это очень интересно, конечно. Загрузились заказом. Вот еще одна минута бесплатного ожидания у нас есть. Заказ короткий. Короче, меньше ехать, чем подавались. Подавались 15 минут 6 километров, а по заказу ехать 13 минут 5,8. Так, ну что, поедем, отдадим заказик. Даже 12 вот показывает. Вообще, короче, супер коротыш. Ребята тоже сейчас закажут себе машинку, потому что они вдвоем хотели сесть. Но место, как говорится, только одно, по сути. Поэтому на такси сейчас приедут и будут сами разгружать. Ребята быстро довольно-таки приехали. Пока они будут выгружаться, принято решение пойти в кебаб, взять себе две шаухи и перекусить. Потому что что-то и я, и Владимир проголодались. Короче, сейчас будем перекусывать. Ну что, закрываем заказ с ожиданием. Он у нас получился на сумму 1300 рублей. Ожидание 30 рублей. Заказ 735, КФ 308. Требование 230. Ну окей, нормально. Пользователи были нормальные. Все окей. Так, КФ по грузовому нету, мы на Ваське. Сейчас дождемся наш обед из кебаба и будем выходить на линию. Вот такой у нас будет обед. Две классические шаухи. Морсик я еще взял. В принципе, думаю, может выйти сразу на линию, потому что мы заказ грузовой можем долго ждать. Пусть может что-нибудь придет. Или не выходить, не знаю. Так, что по баллам? Баллы, конечно, очень быстро набиваются, на самом деле, в грузовом. Это меня радует. Так, что по времени? Мы, получается, вышли... Сколько мы на линии? Вышли пол одиннадцатого, пол двенадцатого, пол первого, пол второго. Три часа на линии, пока две шестьсот. Такой вот результат. Пока мне все нравится. Ну что, друзья, следующий у нас заказ получился объемненьким. Диван, два столика, холодильник. Вот такой вот заказик, короче. Фишка в том, что он пришел из этого дома, где мы и стояли, где мы и кушали, короче, с этого же подачи минимальная. Сейчас посмотрим, сколько нам ехать. Едем, кстати, в Кудрово. Это средний кузов, два грузчика. Сейчас смотрим, сколько по нему ехать. Писало там что-то около больше часа, кстати. Сейчас посмотрим. Так, у нас уже платное ожидание идет, пока погрузка, разгрузка. Тут диван написано, но по факту не только диван. Так, едем. Час шесть минут, двадцать восемь километров. Погнали. Ну, по этому заказику уже пришлось приложить физическую силу, такую нормальную. Что-то мы думали, он будет полегче. Такой тяжеленький диванчик оказался. Потом еще забрали маленький холодильник, два столика. Это уже по мелочи, ну и все. Остальное там ребята себе в легковую машину погрузили. И вот летим в Кудрово. Такой вот расклад. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы можете заработать лично от меня очень хороший бонус в Яндексе Идея, если зарегистрируетесь по моей ссылке в описании и сделаете всего пять заказов. У меня на это лично уходило два часа. Вот от этой суммы 50% лично я готов вам заплатить. Вот. Это подойдет как для новых пользователей, так и для тех, кто официально уволился с Яндекс.Еды. И с этого момента прошло два месяца. Вы едете заново, регистрируетесь, и тогда вам засчитывается бонус. Поэтому дерзайте. Ссылка в описании. Залетайте. Всем удачи. Ну что, ребят, закрыл я последний заказ, но это было что-то нечто. Это диван не поместился в грузовой лифт. И чтобы вы понимали, мы вручную тащили его по черной лестнице на восьмой этаж. Это было такое приключение. Мы мокрые, все, мы уже не хотим больше никаких доставок на сегодня. Нам еще мужик помог, третий человек. Иначе мы бы, наверное, не справились. Что по заказу? Вот платное время уже капает. Заказ хорошо получился. 3,289, сам заказ 1440, ожидание, вот столько получилось. И также нам дали косарек чая. Ну потому что видели, что столько сил было приложено. На самом деле, мне кажется, большая половина курьеров просто отказались его тащить наверх. Но мы вошли в положение, все-таки кое-как затащили. Это нечто. Короче, время у нас полчетвертого. Вышли мы в 10, но первый заказ получил я полодиннадцатого. Будем считать с 10. 5,5 часов на линии по пробегу 60 километров у нас получилось. По кассе, сейчас покажу. По кассе получилось 5,270 плюс косарь 6,270 рублей. Вот такой у нас результат. Это, конечно, надо делить на двоих, потому что мы вдвоем работали. Но пока как мы делить деньги еще не решили, но я думаю, что это что-то около 30 на 70 или 60 на 40. Сейчас мы подумаем это все. Ну и получается, сначала, конечно, надо бенц вычесть, что получилось. Поэтому вот такие итоги первого дня грузового получились в Яндекс.Доставке. Владимир тоже первый день доставки. Поэтому это у нас как первый день, грубо говоря, посвящение такое. Мы прошли нормально, особенно с последним заказом. Поэтому на этом буду заканчивать. Надеюсь, завтра, в воскресенье, 12-го, мы еще выйдем, поработаем полную рабочую смену, потому что сегодня мне надо ехать на футбол. Денит Краснодар, поеду, посмотрю. Поэтому всем удачи, всем хороших доставок. Пока, увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok